Ну, вот мы сейчас в церкви Святого Георгия, и это уже четвертый храм нашей общины колтышской здесь, которая существует с 1628 года, и, в принципе, каждый раз церкви были, храмы были на новом месте, и храм, который был перед этим, построен был князем Потемкиным, он был разобран в 1940 году, буквально за несколько дней, вот, солдатами, поскольку запреты на сбор, на собрание, они не действовали, церковь, несмотря на то, что храм был закрыт, люди собирались перед церковью, и тогда вот было принято решение его разобрать. И весь этот период до 1989 года, все это советское время, после возвращения гермаланцев из Сибири, собирались на кладбище прямо под открытым небом, проводили богослужения. И вот в 1989 году был зарегистрирован колтышский приход, колтышская община, и первые богослужения они проходили в таком бараке строительном, который был подарен сборный такой дом, его привезли сюда из Финляндии, собрали, и вот здесь под горочкой проходили первые богослужения. Ну, и затем началось строительство вот этого храма на 400 посадочных мест, видите, достаточно большая церковь, и в 1992 году, 13 сентября, этот храм был освящен. Ну, такой стиль модерн называется в современном стиле, с одной стороны, с другой стороны, это как бы такой классический образ ковчега, большого такого корабля, и здесь присутствуют также некоторые ижорские элементы, в частности, вот эти балки, на которых, в принципе, вся эта конструкция стоит, можно в них тоже угадать такие ижорские узоры, которые были на избах старинных здесь в Ангермоландии, и это тоже подчеркивает такую национальную особенность. Ну, вот традиционный для ветеранского храма алтарь, алтарная решетка, сделанная полукругом, которая символизирует собой во время Евхаристии встречу, как бы, да, церкви единой, здесь церкви борющейся и церкви торжествующей, невидимой церкви, которая уже с Господом на небесах. И здесь за алтарем происходит непосредственно само богослужение, пастор ведет службу, и затем, также это такая традиционная вещь для ветеранской церкви, кафедра, с которой произносится проповедь, она находится на некотором возвышении, в старых храмах это достаточно такое большое возвышение, она находится прямо практически где-то иногда и под потолком, вот, и это не только преследует такие практические цели акустики, но также и символически подчеркивает значение Слова Божье, что оно превыше всего, как говорил Лютер, держите, Слово Божье превыше всего. Вот, эта кафедра, она такая большая, не потому что здесь у нас такие большие пасторы, а потому что рассчитана на двух человек, поскольку богослужения изначально проводились на двух языках, на русском и на финском, то проповедь очень часто переводилась, и поэтому здесь такая кафедра двухместная, можно сказать, для двух человек. Ну и по сей день у нас проходит богослужение на русском и на финском языке, утром на двух языках, и также есть богослужение отдельно в 14 часов на русском языке. Здесь орган традиционно присутствует, он у нас электронный, но тем не менее очень хороший и используется не только на богослужениях, но и для концертов органной музыки, для наших музыкальных служений, которые здесь проходят. И здесь вы можете видеть, часто люди заходят, спрашивают, что это за цифры, это номера псалмов, номера гимнов, которые поет приход общим пением во время литургии. Здесь 400 посадочных мест, и когда, конечно, большие праздники, вот Рождество скоро грядет или Пасха, то церковь наполняется, все места практически заняты, также там вы видите столы, и в конце литургии, после богослужения, есть такая христианская традиция трапезы Агапы, трапезы любви, когда все прихожане садятся, пьют чай, кофе, общаются, и таким образом продолжается богослужение в общении. Вот сейчас время Адвента, традиционный такой венок Адвента, и четыре свечи, которые зажигаются по мере приближения рождественского праздника, вы видите, две из них уже горели, это означает, что следующее воскресенье будет третье воскресенье Адвента. Также здесь есть некоторые артефакты у нас представлены, которые связаны с предыдущей историей общины, это и Библии старинные, которые сохранились у некоторых прихожан, это катехизисы, такие песенники, тоже гимны, псалмы, которые сохранились. И вот есть такая старинная плита, которую обнаружил епископ-предшественник Майори Матвеевич Кугаппи на месте предыдущего храма, и это тоже действительно очень интересный старинный артефакт, то, что находилось в церкви, где сейчас ничего не осталось на том месте, кроме вот таких вот крестов. это традиционные такие кресты могильные гермаланские, которые вы можете найти в Ленинградской области в большом количестве, и уникальность вот этих вот узоров, она тоже может нас как бы сориентировать в принадлежности к какому-то тому или иному приходу. Но сам крест изготавливался из обода колеса, деревянное колесо, на нем находился такой вот металлический обод, и после того, как из эксплуатации уже это колесо убиралось, этот металл использовался потом в качестве вот такого надгробного креста. Здесь нет никаких надписей, никаких даже дат, и что самое характерное, на Гермаланском кладбище литеранском вы не увидите заборов, там нет никаких заборов, нет никаких оградок. Вот эти кресты находятся как, конечно, символы, напоминания о вечной жизни, о крестной смерти Иисуса Христа, о том, что Он на кресте победил смерть. Об этом же говорит и наша алтарная картина. Вот это традиционное распятие, и здесь есть такой еще прекрасный образ. Из-под ножья креста струится вот такой ручей живой воды, как говорил один из пророков, что для Израиля однажды откроется источник омытия греха и нечистоты. Вот это вот такой как раз символический источник. Очень интересно сделано за алтарем, там есть в полу специальные такие радиаторы, трубы, и иногда в тишине, когда здесь находишься, можно услышать журчание этого самого потока, как журчит вода, очень такой интересный эффект. Еще один интересный момент, связанный с этой картиной, это гвозди, которыми распят спаситель, когда художник Александр Ик, описавший эту картину, думал, где поставить подпись, обычно ставят где-то в нижнем углу художники, он взял и написал свое имя на гвозде, как знак того, что и за его грехи был распят спаситель. Вот это тоже такой прекрасный образ. Вот, в принципе, наш прекрасный храм здесь, в Колтушах, деревня Колбино. Приглашаем всех посетить, добро пожаловать, если будете здесь, в Ингермоландии, в Петербурге, метро Ладожская, маршрутка 531 до Колбино. Ждем всех вас, добро пожаловать. Продолжение следует...